Здравствуйте! Это программа «Советы и секреты». Я ведущий Сергей Новиков. Если вы думаете, что за пределами дачи наши проблемы заканчиваются, вы не настоящий дачник. Даже за забором требуется вмешательство наших рук и головы. А вот чем сегодня займемся, узнаем у агронома Маргариты Васильевой. Маргарита, добрый день! Добрый день, Сергей! Ты мне сказала взять с собой этот пульверизатор. Для чего? Потому что мы будем бороться с амхом. Бороться с амхом – это наше любимое занятие. Да. Что мы будем использовать? Сегодня я с собой взяла биоцит «Травостоп Био». Ага. И он исключительно для мха или все-таки на другие растительные компоненты тоже воздействует? Он предназначен для борьбы как раз с амхами, потому что гербициды обычно по амхам не работают. «Травостоп Био» – это средство не только для борьбы с амхами, но и также с нежелательной растительностью. Он может бороться с травами, которые находятся на дорожках, между грядками, на фундаменте. Под забором, рядом с воротами. То есть те места, до которых обычно два с амхи не доходят. Маргарита, пойдем в отдел нежелательной флопы. Пойдем. Здесь чего только не растет. И мох, вот он, и какие-то сорняки. Будем избавляться? Да. Помогай. С чего начинаем? Мы возьмем биоцит «Травостоп Био». Маргарита, а упаковка только одна? Это упаковка 250 мл. Есть упаковка 100 мл. И есть упаковка 50 мл. И что мне приятно, на каждой из этих упаковок сразу же на передней стенке написано, на какую площадь обработки у нас можно использовать это средство. Так и есть. А вот сколько воды добавлять? Мы берем 1 литр воды и в зависимости от того, с какой растительностью мы боремся, мы добавляем либо 50, либо 100 мл воды. А 250 мы берем в тех случаях, когда мы боремся со сложными сорняками, например, с такими, как борщевик, или как крапива, или лопух. На 1 литр воды сколько средств уберем? Мы возьмем самый маленький флакон, 50 мл, потому что у нас тут и площадь небольшая, и с амхами «Травостоп Био» очень хорошо борется. «Травостоп Био», кстати говоря, это полностью безопасное средство. Его действующее вещество – это природная пиларгоновая кислота. Поэтому бороться им можно без боязни для животных. И без упрека. Да, без страха и без боязни, что пострадают животные, дети и так далее. Теперь мы должны наш «Травостоп» размешать с водой, чтобы получить однородную эмульсию. Она будет белого цвета, как будто бы как разбавленное молоко. Теперь мы подготовим наш опрыскиватель. Создадим повышенное давление. Кстати, мох – это одно из древнейших растений, у которого нет корней. Вы посмотрите, нижняя часть его постоянно отмирает, а верхняя растет и образует вот эти вот спарангии. С амхом бороться действительно очень сложно. И только средство «Травостоп Био» поможет вам гарантированно справиться с этим растением. Особенно в местах, где оно абсолютно нежелательно. Например, на фундаментах и на домах. Пошли. Приступаем. Расход написан на упаковке. А вот как глубоко должна проникнуть эта эмульсия в мох? Мы должны провести опрыскивание до полного смачивания. И когда мы, наконец, увидим результат? Результат мы начнем наблюдать уже через пару часов буквально. Ага. То есть получается, что если мы придем сюда, допустим, завтра, мха уже не будет? Он засохнет. Маргарита, а на тех участках, где мы обработали травостопом, появится мох и когда? Повторное растение мха возможно, но не ранее, чем через месяц. Понятно. Если вы будете его наблюдать, нужно обработать еще один раз, и больше моха расти не будет. Маргарита, а все ли виды мха сможет побороть это средство? Да, «Травостоп Био» сможет справиться с любым видом мха. Да. Самое интересное, что он полностью безопасен, и буквально через два дня после обработки можно будет приступать к посеву, если, к примеру, мох рос на газоне. А если плодовые ягодные растения посадим там, где мы обрабатывали этим средством? Будут они расти? Не пострадают ли? Нет, они совершенно не пострадают, потому что травостоп Био полностью разлагается в почве в течение двух суток. Маргарита, большое спасибо за рассказ, но мы не поверим на слово. Мы посмотрим, как на самом деле это средство будет действовать и каков будет результат в одной из наших следующих программ. Следите.